Субтитры создавал DimaTorzok Это описание одного из пророчеств конца мира, евангельских пророчеств, который говорит о том, что прежде будет проповедана Евангелие, Евангелие Царствия по всей Вселенной. И иногда мы понимаем это в прямом географическом смысле. На самом деле нужно, я думаю, что нужно иметь в виду и другой смысл, куда более серьёзный, чем географический. По всей Вселенной означают в данном случае ничто иное, как проповедь Евангелия среди всех тех, кто ещё способен его принять. Независимо где. Но вы знаете, сейчас появляется всё больше, я бы сказал, тех, которые или сознательно, или бессознательно, по глупости, или по непониманию. Трудно сказать. Но буквально пропагандируют приход Антихриста. Я вот взял одну заметочку, это наша с вами тема, помните, мы продолжаем, да. Одну заметочку взял. Какие-то апрельские тезисы номер два. Русские святые и Виктор Цой о последнем царе. И вот, некий Тускарёв пишет. Известны пророчества некоторых святых о восстановлении на Руси православного царства. Возможность это не безусловно, а условно. Очевидно, что восстановление такого царства возможно только и дальше выделено жирным шрифтом, чудесным действием Божиим. Никакие монархические партии, земские и национальные соборы, учредительные собрания и прочие потуги человеческие сами по себе такого царства нам не дадут. Нужен муж, сочетающий в себе горячую веру, непоколебимое мужество, государственную мудрость и богословскую прозорливость, самоотвержение. И легитимность такого царя должны удостоверять не всенародные избрания и не ссылки на законы престола и наследия, а муж в силе и духе Илии. Нужен пророк Божий, который, как Самуил, укажет, несомненно, избранника Божия. А кто удостоверит, что это пророк Божий? Кто или что? Ответ готов. Чудеса. Чудеса, которые Он будет творить. Помните в Священном Писании по поводу этих чудес? Неоднократно сказано. И придут, и дадут великие знамени и чудеса. Это сказал еще Христос. А в апокалипси эти звери, драконы, которые дадут великие знамени и чудеса. Вы слышите уже? Уже никто не нужен. Ни престола и наследие. Никакие собрания. Ни всенародный голос. Ничего. Нужен пророк, который скажет вам, вот он, Царь Вселенной, который даст вам все благоденствие, которое возможно на земле. Сейчас это такая сильная струя, вот это дать нам Царя, что просто поражаешься. Люди даже не понимают, что это такое, даже не думают об этом. Мне вот приходится еще и еще раз напоминать пророческие слова Игнатия Брянчанинова. Наш народ может и должен стать орудием гения из гениев, антихриста, который, наконец, осуществит мысль о всемирной монархии. Слышите глобализация? Слышите? Это в середине 19 века. Он говорит о том, что осуществится процесс глобализации, и он станет, этот гений из гениев, царем всей земли. И вот не понимают. Я вам скажу, это страшная беда, что люди этого не понимают, что антихриста признают за Христа. Вот ведь беда какая. Я вам зачитаю целиком фразу его Игнатия Брянчанинова. Он пишет, «Бедствия наши должны быть более нравственные и духовные. Обуявшая соль, он ссылается в Матфея 5, 13, обуявшая соль предвещает их и ясно обнаруживает, что наш народ может и должен сделаться орудием гения из гения, который, наконец, осуществит мысль о всемирной монархии». Вы знаете, что он называет «обуявшей солью»? Ухо этот Брянчанинов, деканонизировать его, он, обуявшей солью, называет состояние православной церкви в России. Церковь наша, слышите? Нашу православную русскую церковь называют «обуявшей солью». Когда его канонизировали, вот, видимо, не дочитались. гением из гения, называют антихриста. Наш народ – орудием его царствования. Какова главная причина отпадения, отпадения христиан, нас, нас, православных? Я не говорю о Западе, там уже христианство превратилось в полный материализм. Там уже вся забота только о земном благополучии. только. Но нас, православных, какова главная причина? Цитирую опять его. «Кто же не принял внутри себя царство Божие, тот не узнает антихриста, тот непременно, непонятным для себя образом, сделается его последователем». Что такое неприятие внутри себя царства Божие? Ну вот, ну что, ну, общие слова мы постоянно, это, может быть, слышим, это отступление от христианской жизни. Я хочу ещё раз вам напомнить, друзья мои, что суть любой религии в той духовной жизни, которую она предлагает. религия предлагает духовной жизни, потому что только дух соединяется с духом. И православие – это же самое, суть православия в чём? В той духовной жизни, которой оно указывает из начала. И это самое главное. Вероучительных истин, ещё раз повторяю вам, нужно знать совсем немного, совсем немного, вы слышите? Чуть-чуть. Вся суть духовной жизни. Помните, я вам говорил, любого беса экзамен примите, он отлично по догматике ответит, так, как все профессора мира не ответят. Всё расскажет. Но не примет чего? Вот этих принципов духовной жизни во веки веков отвергнет их с негодованием. А эти все догматы для него что? Он и так всё знает. То, о чём мы как в зеркале гадательно говорим только, он там видит. Всё это реальность того мира, он её видит. Поэтому, пожалуйста, он вам всё перескажет блестяще и останется дьяволом. Так вот, и суть православия именно в чём? В том, чтобы первое, и что от нас требуется, от нас требуется, какими бы мы сами ни были, вы слышите, нещадиями настоящими были, но если у нас ещё сохраняется совесть, так, сохраняется чувство ответственности, мы должны знать и говорить о тех положениях в духовной жизни, которые являются действительно верными. Людям надо указывать правильный путь. Кто примет? Хорошо. Не примет? Его дело. И мы сами то же самое. Суть духовной жизни и в этом. Так вот, неприятие, непринятие внутрь себя Царства Божия и в чём заключается? Отвержение вот этих основ духовной жизни. Именно отвержение. Попробуйте в нашем обществе, в нашем вот студенческом, профессорском обществе вдруг заговорите серьёзно, серьёзно о молитве Иисусовой. Ханжа и фарисей. Да, это никого не интересует. Смотрите о том, что такое, понимается, под любовью христианской, что такое смирение христианской, он вообще на эту тему разговаривает. Даже неприлично. Что вы? Кого это он из себя строит? На такие темы разговор. На политике, пожалуйста. Потому что самолёт разбился. Конечно. Так вот, первое, это непонимание. Основу духовной жизни составляет центр, самую суть религии. Во-вторых, непринятие вот этого в свою жизнь, напротив, напротив, принятие принципов прямо противоположных и приведёт к тому, что наш народ, так же, как и другие народы, в конце концов, примут антихриста за Христа. Это наверняка, наверняка, это произойдёт. Я говорю, почему наверняка? Потому что об этом говорит откровение, божественное откровение. Оно говорит о всех народах, значит, включая и наш. Идёт какое-то уземленение, какая-то материализация интересов. Никто ничего больше не хочет. Культура, спорт, деньги. Что ещё вы хотите? Ценности. Что такое православные ценности? Всё время слышим православные ценности, православные ценности. Какие? Не убивать? Так это и все и так знают. Не воровать? И так всё знают. Лгать? И так всем понятно. А какие православные это ценности? Ведь не 10 же заповедей. Их знают все и атеисты, и кто угодно, представители других религий. А в чём православные это ценности состоят? Весь мир устремлён к чему? Цель одна. Вы слышите? У мира и десятиричная. Одна цель наслаждение. Комфорт. Для этого нужно и то, и другое, и третье. Да. Вот цель какая. Где? Здесь. Мир не хочет думать, совершенно не хочет думать о том, что человек, ты смертен, и что тебя ожидает там. Вечность, к которой ты должен подготовиться. об этом нет и мысли. Вот это погружение ума в этот материализм. Кстати, печать на лбу, которую мы читаем в Покалипсисе. Это погружение ума. Вот она, печать. Вы, наверное, сколько угодно встречали, умный человек, всё, но он ни о чём не хочет и думать там о верхе. Весь здесь. Он тонкий политик, там дипломат, учёный, культурный деятель, но его ничего другого не интересует, кроме этого. И здесь это тончайший аналитик, великолепный мыслитель, всё. Но никакой, нет даже никакого стремления к пониманию самого главного смысла, вечного смысла человеческой жизни. Вот это печать на лбу. на уме, о котором пишет Иоанн Богослов. Печать на правой руке, на всей деятельности, на что направлена вся деятельность, только на это. Забыли о духовной деятельности, которая внутри человека, которая не видна, но которая составляет самую суть, если хотите, того, что мы называем человечностью. Я почему говорю печать на лбу, печать на правой руке. Вы помните эти апокалиптические слова. Вот они, как толкует их Андрей Кесарийский святой. Вот что такое печать. Они шлёпнут тот и придёт до чернилами погуще, на лоб печать поставит. Да. Речь вот не об этом, так сказать, примитивном понимании. Хочется сказать и о цифре 666, с которой столько шуму, Боже мой! Ведь она же имеет библейское же объяснение, совершенно чёткое, однозначное объяснение. Вы же прекрасно помните из Ветхого Завета, что во времена Соломона еврейское царство достигло высочайшего расцвета, материального расцвета, материальной жизни, потрясающего, которого в истории больше никогда и не было. Серебро ни за что считалось. Прочие богатства Земли, всё это было в изобилии. Но и при этом при этом Соломон получал 666 талантов золота. Выяснили наконец, что из себя представляет талант золотой. Это оказалось около 50 килограмм, 49 с чем-то килограмм представляете, золото, талант. Теперь помножьте на 666. Это копеечное государство. Представляете, эта цифра стала символом чего? Благоденствия. Благоденствие слишком слабо. Нет, это не благоденствие. Как назвать посильнее? Это царствование, это упоение всеми благами Земли. 666. Вот, вот он идеал. Поэтому не удивляйтесь, что компьютерные технологии, когда можно было бы, может быть, эти штрих-коды, штрих-коды, можно, ну, любые цифры можно было бы, но поместили это, как кажется, ну, убеждают многие, что именно так там есть. И это поместили. Почему? Верят, ждут, ждут, насаждают. И самое серьёзное, самое серьёзное, о чём нужно знать, что нужно понимать, пытаются самих христиан заставить верить в эту цифру. Верить в неё, что она обладает силой. Для них да, для них она является символом и может быть неким знаком приобщения, если хотите к этому сатанизму, сатанинскому материализму. Но вы знаете, что пишут отцы? Что любое суеверие, любая лжавера только тогда имеет значение и силу для человека, когда человек поверит в эту силу. Когда человек будет 666, нет, нет, нет. Ой, как хорошо. Наконец-то. То есть верит в силу дьявольскую. Не верит, значит, в силу Божию. Но есть высказания отцов по этому поводу. У Исаака Сирина замечательные есть слова. У Владимира епископа Суздальского у святых отцов это всюду вы найдёте, что ничто не может прикоснуться к человеку до тех пор. Ничто, я говорю, враждебное, убийственное, демонское, до тех пор, пока человек не поверит в силу её и не убоится, не убоится страхом животным, я говорю. Не поверит в это. Ничто, как апостол Павел сказал, идол в мире ничто. Скажите вы кого-нибудь, что идол в мире ничто? Как это ничто? с пустым ведром идёт навстречу? Это ничто, да? Вы что? А штрих-код? А там паспорт, наверное, штрих-код стоит. Ни за что не возьму, что вы? Да. Эх, христиане. Христиане. Знак сделали, и они уже в ужасе. весовского знака боятся. Ну, пусть, да, сатанисты придумали. То есть, не придумали, а верят в это, поклоняются этому, ждут этого. А что нам, христианам? Мыльный пузырь, который верят эти бедные люди. Так вот, 666. Это знаете, сколько получается? Это 30, я подсчитал это, 32 тонны, 707 килограмм и 26 грамм. Понимаете, получал ежегодно Соломон. Ну, что это? Мечта? Ещё бы. Вот оно, что означает этот цифр. Ну, правда, если переводить её, эту цифру, цифр на буквы, вы знаете, что в еврейском алфавите, так, кстати, и в славянском тоже сюда взяли, тоже там, то соответствует словосочетанию хамелек хамелек ле Исраэль, то есть, царь Израилев. 666. Так утверждают знатоки еврейского языка. Я его очень давно учил. Да, уже мне трудно судить, да. Царь Израилев, кстати, замечательно, замечательно сочетание. Царь Израилев, это 700, это 32 тонны золота. То есть, вот этот шалом, шалом, это аскорида, которая у вас, знаете, в желудке, в кишечнике, там полностью изобилие всех её блах, которые ей уже и вращаются там. Вот жизнь, мечта. Представьте, такой идеал. Бедные люди, которые верят в это и стремятся к этому идеалу аскориды. Ну, видите, вот эти шестёрки, они, так сказать, бьют в глаза а люди обычно легко, легко принимают, примитивизируют, я бы сказал, и чисто внешние формы до них обычно бывает больше, большее значение, чем суть дела. Ну, вот, речь идёт о принятии, о чём предупреждают отцы. что может произойти, почему незаметно произойдёт принятие этого антихриста. Вот, Ихнатий Воренчинин, я вот решил его процитировать, да, очень хорошо пишет, миролюбцы, то есть, любители этого мира мирского, во время земной жизни Бога-человека завершили свои злодеяния отвержением Христа и богоубийством. Всё понятно, кто миролюбцы действительно. А в последние времена мира завершат принятием антихриста и воздаянием ему божеской чести. Страшно миролюбие. Оно входит в человека неприметным образом и постепенно, а вошедшее делается его жестоким и неограниченным владыкою. Постепенно приготовились человеки и стяжали душевные настроения, способные к богоубийству. Постепенно они приготовляются, приобретают настроение и характер, способные к принятию антихриста. Это то, что апостол называет жизнь по стихиям мира сего. Незаметно. В чём незаметность проявляется это? Первый благотворительный рок-концерт, организованный при участии молодёжного отдела Санкт-Петербургской епархии, прошёл накануне в Ледовом дворце Северной столицы. Концерт собрал 13,5 тысяч зрителей. В нём принимали участие Шевчук, Кинчев, Бутусов, Кривенщиков и другие рок-звёзды. Средства благотворительной акции пойдут на восстановление домовых храмов петербургских вузов. По мнению организаторов концерта, рок-музыканты и церковь могут успешно сотрудничать в борьбе с насилием наркомании. С насилием наркомании, интересно, после рок-концерта и другими пороками современного общества. Подобные акции представляют церкви возможность выйти из храмов и напрямую обратиться к представителям молодого поколения. Не только из храмов, и из монастырей. Из монастырей выйти особенно приятно, когда молодой монах с молодёжи, девушки молодые, симпатичные, шутки, всё. Вот это монашство настоящее уже. А то что это такое куда-то угнулся в землю, селит в кель, ни на кого не смотрит. Вот это монах, только мантия развивается. Красота! Красота! Вы слышите? Выйти из стен храмов и монастырей. Что это значит-то выйти-то? Участвовать в рок-концертах, да? Я, по-моему, зачитывал, что в Киеве было на тысячелетие, когда там тоже десятка-полтора тысяч звёзды проводили рок-концерты, и получали они благословения высокие. Вот это просто один пример, я говорю. Да, я не хочу сказать, что вся рок-музыка, вся она такая, дьявольская, да, есть, там говорят, я не знаю, говорят, что есть, вполне приличная, приятная, такая, но, но, как правило, само слово уже рок-концерт, уже ассоциируется, ясно, с какими вещами. Я говорю, ну, почему эти звёзды, если они звёзды, не назовут свою музыку хорошей, другим именем, ну, почему? Значит, а как же, а татуировки, как же? А стоят, как-то одет необычно, или раздет, лучше сказать, и так далее. Надо произвести впечатление. Речь идёт не о том, чтобы дать красоту людям, удовлетворение действительно эстетическое и нравственное. Нет, речь идёт о другом, показать себя. Потому что неудивляюте, что сейчас уже развлечения, святочные гуляния, которые устраивают, кстати, монастыри, не удивляйтесь, да, этому, да, концерты, светских песен, да, концерты, православный рок уже есть, даже, православный рок, представляете? уже высказание о том, что надо литургию, рок-литургию нужно сделать, то есть все песнопения, чтобы были в этом, в этом стиле, постепенно всё это входит. Вы помните, я не знаю, помните или нет, что сначала рок, это же был, ну что вы, это шеломняет, сейчас уже постепенно входит. Уже часто семинаристы, уже смотришь, бьют этот барабан, сидит подрясненьким, вместе со всеми, ещё что такое, прям входит, ползучая, как говорят, революция идёт. Я не могу не зачитать вам, специально взял, как характеризует недавно скончавшийся отец Иоанн Крестьянкин, наверное, все вы слышали, действительно человек святой жизни. Вот как он предупреждает от увлечения рок-музыкой. Вот одному он пишет в письме. Одержимость бесовскую вы получили, когда ещё рок-музыкой увлекались. Замечательно. А что делать теперь? Если нисколько не находите сил противостоять насилию и вражию, то хоть временно отойдите от служения у престола. Займитесь строительством, помогайте в церкви, но только отойдите от престола, иначе враг вас погубит и в этой жизни, и для вечности. Пожалейте себя. А вот другое, в другом письме. Скажу вам сразу, помост рукоположения изгоните от себя раз и навсегда, даже если вас и будут соблазнять такими предложениями. Опыт показывает, что пришедшие к престолу от рок-музыки служить во спасение не могут. Я получаю столько писем от таких несчастных людей, но помощь им приходит только после того, как они снимают с себя сан. Ух, как! Некоторые вообще не могут стоять у престола, а некоторые опускаются на дно ада беззакониями такими, которые они и до принятия сана не делали. Так что имейте это в виду. И строгие предупреждения, и я привожу его, но учтите, речь это не просто в авторитете его, а он по существу указывает на то, что и так известно, во что превращает человека увлечение этими вещами. И так же очевидно, что ещё говорить, зачем это нужно. И вместо того, чтобы спасать молодёжь, от этого разлагающее влияние, да, мы теперь начинаем напротив благословлять это. Выходить из храма, монастырей, включать себя в культуру рок-музыки, или наоборот, рок-музыку включать в культуру церкви. Странно и удивительно, да? Но это же происходит. Идёт постепенный процесс. Попробуйте, вы посмотрите, как растение. Вы разу увидите, когда? А оно растёт и растёт, и не видно, и вырастает. Так и здесь идёт постепенный, незаметный процесс. Вот в чём беда-то. Во что превратится сама поместная церковь, интересно? Окружающий мир. Если миряне и духовенство, и монашество пойдёт по этому пути. Надо же понять, что церковь является закваской этого мира. Закваской. Солью. А помните, что Господь говорит? Если соль обуяет, куда она годна? Ни в землю, ни в навоз, никуда выбрасывают её вон. Вот это постепенное, незаметное принятие принятие христианами и, прежде всего, конечно, монашством, священством, принятие вот этих мирских норм жизни приведёт к тому, что произойдёт и принятие антихриста. Игнатий Бричину писал, не утвердившие и не возрастившие веру, веру от слуха, делами веры, удобно обольщаются учением лжи, лицемерно принимающей вид истины. вот это самое опасное проникновение всего того, что называем мирскими вещами, проникновение в жизнь церкви. Представьте, с Маслиницей, что одно только творится. Настоящий тринадесятый церковный праздник. Церковный. Зайдите в храм, там молитва Ефрема Сирина читается. Мы, что превращаем, уже пить. Это давно. Вы что думаете, сейчас, что ли? Это давно. Это началось. То есть, идёт умерщение церкви постепенное. Нужно же, друзья мои, запомнить, что церковь, любая поместная церковь, ни на одну йоту не, не, как вам сказать, не забронирована что ли, да, от того, чтобы деградировать полностью и превратиться вообще вне церковь. Западные христианские общества великолепно иллюстрируют это. Вы видите, что, каково средневековое, раннего средневекового и позднего средневекового возьмите католической церкви, что пишут сами католические авторы, во что там превратилась христианская жизнь, и что породило в результате, чем наполнить Европа. Кстати, того, чего у нас не было здесь, на Руси, то время более твёрдым было. Это и материализм, атеизм, да, деизм. Но главное, что это полное обмерщение. Наконец, протестантизм возник, который вообще создал гениальную теорию «мы спасаемся только верою». душа, как писал лютер, лютер, десятипудовый лютер, представляете, писал, душа никоим образом не участвует в сладострастных делах плоти. Дела плоти не касаются души. Замечательно! Замечательно! Просто лучше не придумаешь. Ай-яй-яй! И хотя это очень неприятные вещи, неприятные вещи, я думаю, что для многих протестантов это неприемлемо. Я думаю, понимают они, что такого не может быть, что сладострастие плоти не касается души. Петру просто, ну, каждый человек понимает, что это дичь. Однако, эта идея, она прошла вплоть до разделения Церкви Небесной и Церкви Земной. Человеку человеку, что говорит протестантист, вы подумайте, верующим не вменяется в грех. Верующий освобождается не только от прошедших и настоящих, но и будущих грехов. Подумайте, гениально! Слава, наконец-то! Я свободен от бремени заповедей Божьих. Вот беда. Поэтому не удивляйтесь, что всё это идёт с запада к нам. Жалко только, что теперь не стало идеологических границ. Я ещё хочу сказать об одной ошибке, которая происходит, собственно, не ещё, а продолжить. многие боятся того, что незаметное отречение от Христа может произойти в результате внешнего принятия знаков самих этого по себе. Знаков. Ну, вот эти, те же шестёрки, эти паспорта, как говорили, там, перепись. это совершенно ложная мысль, потому что всё это может тогда и только тогда погубить человека, когда он верит в это и принимает. Я верю в шестёрки и принимаю это. Тогда я действительно отрекаюсь. Верю, что шестёрки это сатанинская вещь, так, и принимаю. Вот здесь да. Здесь происходит отречение. Незаметно уже внешнего обмана, внешнего. Подсунули, а я не заметил, что там во штрих-коде. Можно не бояться. Это полная чпуха. Речь идёт о сознательном принятии или непринятии. О сознательном принятии этого знака как знак антихриста. Вот тогда да. Тогда происходит принятие другого за Христа. Вот. Поэтому ещё раз повторяю, кибельные для христианина может быть только принятие этой цифры как веры в него. Слышите? Как веры в него. Вот тогда да. Тогда это гибель. И если это будет сопряжено с тем, что вот уже совершенно очевидно, допустим, что он воцарится и сделает эту цифру ну, знаком, что ли, своим знаком, так? И для христианина, который уже видит, что это антихрист, это его знак, вот тогда принятие этой цифры, принятие в каком смысле, носить её там или какие-то воздавать почести, я не знаю даже, каким образом, но каким бы то ни было, тогда принятие, ещё раз повторяю, как знака веры в него, это будет гибелью. Тогда это будет гибель. Потому что антихрист, может быть, и сделает её своей печатью. Может быть. Вот тогда действительно нельзя принимать эту печать. Кстати, хочу напомнить, что уже говорят о печати, о печати никогда ещё в истории не было. И, естественно, не будет, чтобы печать появлялась до воцарения. Царя нет, а печать есть. Всё перестраивается вот в славоумии человеческом. Уже оказывается печати. Антихриста нет, а его печати уже есть. Теперь я хочу поговорить с вами о вечной участи человека. Вопрос этот чрезвычайно серьёзный. Он волнует христиан. Я говорю о христианском понимании. С самого начала его существования и мы видим его различные осмысления. в чём суть проблемы. Её, может быть, вот хорошо изобразил, хорошо её, по-моему, обозначил. Да, протерея Сергий Булгаков. преобладают преобладают два типа эсхатологического мышления. Уголовный кодекс, то есть вечные муки, во всей свирепости или же благодушная амнистия, то есть, когда все спасутся, может быть, спокойно, являющаяся фактическим уклонением от всех трудностей и проблемы. Первый путь, то есть гибели многих, всё более становится неприемлемым в наши дни, ибо утратил свою внутреннюю убедительность. Ну, вы понимаете, почему? Потому что кто спасётся? Только православные. А из православных кто? А кто православные-то, разве вы не знаете? Да всё, я и ещё несколько человек. А остальные разве православные? Только называются по имени. То есть фактическая гибель всех. Так вот, первый путь это такое, такое мышление или такое понимание становится всё более неприемлемым в наши дни, ибо утратил свою внутреннюю убеждённость, убедительность. Второй, это всеобщая амнистия, как он называет, представляет собой непреодоление, правильно, а простое отрицание первого, не говоря уже о серьёзных библейских и богословских его трудностях. Перед лицом обоих типов средневековой ортодоксии, так он называет веру вечной муки, и гуманистического универсализма, когда все спасутся, возникает вопрос о возможности иного, третьего пути, который, соединяя преимущества, был бы свободен от слабостей обоих. в чём суть, так сказать, проблемы, в чём суть этой проблемы, которая относится к обеим точкам зрения. Бог от вечности знал, что изберёт любой человек, который родится на земле. Изберёт он добро или зло, истину или ложь. Он знал, как человек использует свою свободу, если он родится. Бог знал? Ну, конечно. Так вот, отсюда возникает вопрос. Если Бог есть всеведение, если есть Он любовь в абсолютном смысле слова, то это как понять, как понять, что с какой целью Он дал бытие всем тем, о которых Он знал, что они свою свободу используют во зло. неужели для того, чтобы подвернуть их вечным мукам? И в то же время, с другой стороны, а зачем Он дал заповеди, если и все спасутся? Почему Он сказал, шедшину учите все народы, крестящие их? Должно быть проповедано это Евангелие Царствия по всей вселенной. Апостолы это те, которые являются краеугольными камнями Церкви. Посмотрите, как проповедовали. До смерти часто мучительной. Видите, какая антиномия. С одной стороны, кажется, кажется, да, зачем же Он сотворил, дал бытие, дал возможность родиться тем, о которых Он знал, что они погибнут, если будут вечные муки? Другой стороны, зачем дал заповеди, если и так все спасутся? Понятно, да? Вот та антиномия, перед которой останавливается человеческое сознание. Я вам скажу, не просто останавливается, а уже святые отцы, святые отцы, пытались думать об этом. Некоторые из них отказывались решать этот вопрос. Просто отказывались. Просто цитировали Евангелие и все. Не отвечая на вопрос, ну как же понять-то, ведь Бог же есть любовь. Как же Он дает бытие этим Иродам, Иудам, Неронам, и я не знаю, кому еще. Причешь дает Он им бытие, если они пойдут, чтобы пошли в муку вечную. Понимаете, вот вопрос вполне понятен. Скажу более того, на лекциях этот вопрос задают и нередко. Что христианство учит, о чем? Люди с философской образования прямо говорят, оно учит о вечном дуализме. Если будет ад, и рай, и царство дьявола, царство Божие, вечный метафизический дуализм. Я просто ставлю вот эту вот проблему для того, чтобы мы могли с вами попытаться поговорить об этом или поговорить о том, что Булгаков назвал третьим путем. он не расшифровывает здесь, но ищет. Бердяев вообще назвал это проблему, которая не может быть решена в области нашего этого мира. Флоренский назвал это антиномией гиенны. Антиномией, то есть явно взаимоисключающей вещи и вечные муки и всеобщая амнистия независимо от того, кем является человек в этой жизни. Вот такова друзья мои ситуация. Ну, я хочу сначала вас познакомить с тем, что говорят об этом отцы, святые отцы. Дело вот в чем, что у нас сложилось впечатление такое, что церковным учением, единственным церковным учением является учение о вечных муках. Вечных муках. Вы не удивляете, что я сказал, сложилось такое впечатление, что церковное учение. Сейчас увидите почему. Да, и поэтому об этом говорить, подтверждать это святыми отцами просто не приходится. Целый ряд отцов прямо об этом пишут. Ну, что отцов? Само Священное Писание говорит, пойдут сие в муку вечную, и будет брошен зверь в озеро огненное. Да, этим мукам не будет конца, и так далее. В самом Священном Писании мы находим целый ряд совершенно решительных утверждений, которые подтверждают эту мысль. И все-таки, оказывается, на самом деле ситуация посложнее, именно посложнее, чем вот эти две точки зрения такие прямолинейные и в чем-то слишком простые. Оказывается, и святые отцы смотрят совсем не всегда так, как вот у нас написано подчас наших учебников. Оказывается, совсем не всегда так. Я вот хочу вам привести целый ряд высказаний святых отцов, которые очень-очень любопытны. Любопытны тем, что они говорят о другом совсем понимании этой проблемы. Вот. Я не буду вам говорить о том, об отдельном аспекте этого вопроса, о том, могут ли спастись там не христиане и при каком условии. Это вопрос, ну, по-моему, в прошлом году на пятом курсе мы говорили. есть, оказывается, и в Священном Писании некоторые высказывания, которые тоже, кажется, не совсем подтверждают идею того, что все погибнут. Вот я зачитаю. Начнем со Священного Писания. Раб же тот, который знал волю Господина своего и не был готов и не делал по воле его, бит будет много. А который не знал и сделал достойное наказание, бит будет меньше. Или послание к римлянам, посему, как преступлением одного всем человеком осуждение, так правдой одного всем человеком оправдание к жизни. Интересно. Всем человеком оправдание к жизни. апостол Павел. Или он же пишет. Каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон, впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня. Или в том же послании первым к Коринфянам. Когда же все покорит ему, Христу, тогда и сам Сын покорится покорившему все ему. Да будет Бог все во всем. Представляете, какие вещи. Во втором послании Коринфянам он пишет, Христос за всех умер. В первом к Тимофею, ибо мы для того и трудимся, и поношение терпим, что упываем на Бога живого, который есть спаситель всех человеков, а наипаче верных. Посмотрите, какое дополнение. Всех а наипаче, то есть особенно верных. Послание к Титу опять он пишет, ибо явилась благодать Божией спасительной для всех человеков. Хочу сказать, что вот эти слова Священного Писания понимались, понимались по-разному. Иоанн Дамаскин, например, писал, и в будущем веке Бог всем дает блага, ибо он есть источник блага. Вы слышите, всем дает блага. На всех изливающий благость. Каждый же причащается ко благу, насколько сам приготовил себя воспринимающим. То есть, само получение блага будет полностью обусловлено духовным состоянием человека. Поразительные слова Исаака Сирина, когда он пишет, Бог ничего не делает ради возмездия, но взирает на пользу, которая должна произойти от его действий. Одним из таких действий является гиенна. Если бы царство и гиенна самого появления добра и зла не были предусмотрены в сознании благого Бога нашего, тогда не были бы вечными помыслы Божии о нас. Но праведность и грех были известны ему прежде, чем они проявили себя. Таким образом, вы послушайте, какие вещи, царство и гиенна – суть следствия милости, которые в своей сущности задуманы Богом по его вечной благости, а не следствие воздаяния, даже если он и дал им имя воздаяния. Он гиенну рассматривает, утверждает даже, что гиенна – это промыслительное средство любви Божией, царство и гиенна, суть следствия милости, а не воздаяния, не плата. Вот то, что вот это один из пунктов католического учения. Царство Божие, вознаграждение за добродетели, от наказания, возмездия за грехи человеческие. Нет, нет, нет. Оказывается, нет. Он пишет, Исаак Сирин, где любовь, там нет возмездия, а где возмездия, там нет любви. Слышите? Отрицает решительно вот эту точку зрения. Гиенна, по его мнению, уготована не для того, чтобы бесконечно мучить человека, не для бесконечных мучений, а как промыслительные средства, как и прочие промыслительные средства в нашей жизни. Все чему служат? Спасению. Вы слышите, какая вещь? Гиенна является промыслительным средством спасения. Слыхали когда-нибудь такое? Мысль совершенно удивительная. Да. так мысли, так же мысли очень многие отцы. Я вам приведу не просто имена, а приведу вам их. Но сначала хочу сказать, если гиенна это промыслительные средства, если она не вечна, то как мы должны думать? Как мы должны думать? Ура! Ура! Поживем! Ура! Они же не вечны, муки. Что пишет поэтому Ура! Исаак Сирин? Замечательные слова, послушайте. Остережемся в душах наших возлюбленные и поймем, что хотя гиенна и подлежит ограничению, весьма страшен вкус пребывания в ней и за пределами нашего познания степень страдания в ней. Мы сами продолжим потом. Я вам потом хочу привести еще целый ряд отеческих слов, очень интересных. Хотя, правда, после того, как вы послушали слово Иоанна Затауста за Пасхой, наверное, вы слушали все-таки, хотя не знаю. То, наверное, больше бы и говорить бы нечего. Это слово пасхальное. Почему нечего? Потому что это зачитывается как самое авторитетное, как учение церкви. Это же не просто пафос эмоций. Смерть, где твоя жала? Ад, где твоя победа? Но об этом мы еще с вами поговорим в следующий раз. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...